Иисуса спрашивали, кто больше в Царстве Небесном, и Он взял ребенка и говорил о том, что если не будете как дети, не войдете в Небесное Царство, если кто не принимает дитя во имя Мое, величайшее благословение. То есть, смотрите, тут речь шла о детях. Кто-то такой малозначимый, еще не вырос, скажем так, еще к нему не прислушиваются особенно. В Евангелии от Луки говорится, что к нему подошли фарисеи и стали задавать ему вопросы, да, а что вот ты вот тут с грешниками с какими-то кушаешь, с мытарями, ну вообще с людьми, с которыми вообще-то кушать не надо. И вот Иисус говорит здесь такую притчу о важности каждого отдельного человека, независимым, это может быть ребенок, или человек, которого считают каким-то таким вот неважным, что ли, малозначимым. И вот Иисус говорит эту притчу, оставит 99 пастух и идет за одной овцой. И вот эта вот любовь, которая любит не всех скопом, не вот всех вместе. Как у поэта есть такие слова, мне не надо награды, мне не надо венца, только стыдным всем стадом прямо в царство Отца. Вот мы все хотим как-то вот всем стадом сразу же, вот в пробуждение куда-то, вот в царство Божье. И чем больше, тем лучше. Царство Божье великое, и нам кажется, чем больше толпа, чем больше народу, тем больше Божьей славы. А Иисус здесь говорит о чем-то удивительном. Он говорит о том, что добрый пастух, а наш Господь, безусловно, добрый пастух, ценит каждую отдельную жизнь. Не просто жизнь великих, харизматичных, талантливых, чьи имена мы знаем в истории, каких-то особых людей, уважаемых, богатых. Так вот у нас сейчас празднование трехсотлетия нашего города, да, проходит. И вот по улицам висят вот эти портреты людей, как бы значимых, внесших какой-то вклад. Ну или кажется, что они какой-то вклад внесли в жизнь нашего города. И вот мы ездим, смотрим на этих удивительных людей, да. Так вот, Иисус показывает отношение Небесного Отца, для которого не имеет значения, насколько велик человек. И значимость не определяется достижениями. Но если он потерялся, этот человек, пастух оставляет все ради одного, чтобы найти, чтобы помочь одному, отдельному человеку. Ему не важнее толпа, массы, множество, 99. Значение имеет каждый по отдельности. И, дорогие, если вы вдумаетесь, как это отличается от того, как обычно мыслят религиозные деятели. Вот если мы с вами откроем Евангелие Теана, 11 главу, вот типичное рассуждение религиозных лидеров, которые мыслят категориями масс, толпы. Так очень многие современные служители тоже, да, вот чисто по количеству. И вот смотрите, Евангелие Теана, 11 глава, 47 стих. Старшие священники и фарисеи собрались на заседании совета. Что нам делать, говорили они. Этот человек совершает много чудес. И если мы позволим ему продолжать, все поверят в него. И тогда придут римляне и уничтожат и наше святое место, и наш народ. Вот один из них, Каиафом, первосвященник того года, сказал им, ничего вы не понимаете. Неужели вам не ясно, что для вас будет лучше, если один человек умрет за народ, чем если все иудеи погибнут? Это он сказал не от себя, будучи первосвященником того года. Он изрек пророчество, что Иисус умрет за народ. И не только за этот народ, но и чтобы собрать воедино всех рассеянных на земле детей Божьих. И с того дня они стали думать, как погубить Иисуса. Конечно, мы видим, что Бог использует разные ситуации. Даже предательство Иуды Он использовал для того, чтобы совершить и исполнить свои планы. Точно так же даже это высказывание первосвященника Каиафы каким-то образом предсказало судьбу Христа. Но если мы сейчас отойдем от этих пророческих предсказаний, вот само по себе мышление первосвященника, типичное мышление религиозного человека, вот как бы две чаши народ и вот этот галилеянин. Что? Что важнее? Для Него однозначно, конечно же, народ важнее, народ весомее. Они отлично ведь понимали, что ничего не сделал Иисус достойного смерти. Но они очень боялись, что римляне обвинят их в восстании, там начнутся какие-то репрессии и прочее, прочее. Поэтому, ну, если надо, ну что делать? Что делать? И люди как бы решают, что да, народ, толпа, масса важнее, чем какой-то отдельный человек. Тут ради какой-то отдельной потерявшейся овцы никто 99 не оставит. Потому что, ну ничего, если и стад одна потерялась, как говорится, потери минимальные, идем со стадом дальше. Так же обычно люди думают, ну что, что меньше 10% небольшие потери, дальше идем, дальше следуем. И вот это, вы знаете, вот такая вот любовь ко всем, в общем, и при этом пренебрежение отдельным человеком. Ну, как в знаменитой поговорке, когда за лесом люди не видят каких-то отдельных деревьев, да, вот за какими-то большими планами, вот отдельные люди теряются. У нас теряются, у каких-то там первосвященников теряются. Но у Бога-то нет, у Бога не теряются эти люди. Мы все, кто учился в советское время в школе, мы учили стихи, знаменитые, посвященные партии Ленину, стихи Майковского, где просто прямым текстом, да, Майковский, что ни говори, все-таки был гениальнейший поэт, да, и вот со всей мощью своего таланта он громил единицу, да, единица, кому она нужна? Один, даже если очень важный, не поднимет петневершковое бревно обычное, тем более дом пятиэтажный. Единица ноль, единица вздор. А вот если в партию сгрудились малые, тогда сдайся, враг, замри, ляг, партия, рука миллиона, палая, сжатая в один громящий кулак. И вот это, знаете, когда нас много, когда мы все вместе, вот тогда мы вдарим. А кто там эта единица, что там он? Да если он мешает нам, да пошел он с дороги, на пути нашего всеобщего массового счастья. Ну или массового пробуждения, массового спасения, вот такого. Массами мы думаем все. В рамках толпы, чем больше, тем лучше. Интересно, что примерно в то же самое время другой наш, правда не поэт уже, больше мыслитель, Николай Бердяев, он написал другие слова, я вам прочитаю, тут большая цитата, я просто прочитаю одно из предложений, которое делает ясным мысль Бердяева. Вот смотрите, что написал Бердяев. Человек есть большая ценность, чем общество, нация и государство. И в этих словах есть большая глубина, потому что я считаю, что оно отражает как раз сердце Христа. Если нет уважения к отдельному человеку, какая нация, какое государство, и что время показало, кто из них был прав, Маяковский, единица ноль, единица вздор, или Бердяев, который написал, что человек имеет большую ценность, страна, которая была построена на партии, в итоге что? Развалилась. И это была не случайность, как некоторые сегодня пытаются это представить. Это был неизбежный итог любой страны, где уничтожаются личности, уничтожаются личности. Мне так больно сегодня, когда я вижу, как в нашей стране где-то памятник Сталину стали сейчас восстанавливать, подняли, уже открыли, потому что у меня родственники со стороны отца и со стороны матери, они были репрессированы при Сталине, погибли, разбиты семьи, разбиты судьбы. Мы благодарны бабушке, которая оставила нам мемуары, мы, правда, их редко читаем, потому что это без слез читать нельзя, все мытарства, которые прошла семья. И когда говоришь об этом с теми, кто считает себя сегодня там сталинистами, говорят, ну и что? Ну да, может быть, там кого-то там было что-то где-то у кого-то, но зато мы там страну подняли, индустриализация. Глупые люди так и не понимают, что ничего великого не построить, если есть унижение, пренебрежение отдельным человеком, отдельной личностью, отдельной судьбой, отдельной семьей. Часто для правителей, которые поднялись туда, знаете, для них, как у Пушкина, мы все глядим в Наполеоны, двухногие твари, миллионы для нас орудия одно. И вот там направляют там кого-то на войну, кого еще куда-то. Такие молодцы. Им кажется, что они уже просто замы Бога и могут распоряжаться, отправляя людей там на гибель, на какие-то великие стройки. Когда эти стройки проезжаются по судьбам и ломают семьи, ну ради великих целей. Каких великих целей? Каких великих целей? Если даже сам Бог ценит каждого отдельного человека. А люди нет. Для нас только масса имеет значение. Только толпы имеют значение. И все великие проекты, которые пренебрегают отдельным человеком, вот этой отдельной овцой ради счастья 99, как все приходят к краху. Все эти империи, все эти страны, как все приходят к краху. Об этом говорит вся история человечества. Потому что любовь ко всем – это вообще не любовь. Там, где нет любви к отдельным людям. Уважение, когда ты ценишь к отдельным человекам. Поэтому, казалось бы, знаете, такая короткая притча, да? Но она показывает все, что построено без уважения к отдельному человеку. Все будет разрушено. Все будет разрушено. Легко понять, какое будущее ждет. Не нужно смотреть новости. Не нужно смотреть какую-то информацию. Хотите знать будущее? Очень просто. Сходите в поликлинику. Сходите в СОБЕС. Сходите куда-то к чиновникам. Посмотрите на отношения. Вот отношения просто к людям в поликлиниках, в СОБЕСах, в МФЭ, в всяких центрах. Оно и раскрывает, что нас с вами ждет. Ничего великого не ждет, когда людьми отдельными пренебрегается. Моя супруга, как часть большого хора духовной музыки в нашем городском доме музыки, она участвовала в этих мероприятиях праздничных, приезжала чуть ли там в час, в два ночи там всякие репетиции. И она рассказывала, говорит, знаешь, вот эти праздники, да? Вот эти помпезные праздники. В принципе, праздник города. Это чей праздник? По идее, наш. Она говорит, ну там вот эти люди, говорит, ну как будто никто не ценится. Приезжает начальство, людей часами держат. Говорит, а после нас там еще инвалиды были, а еще дети маленькие были, которые выступали. Всех в маленьких комнатах. Такое пренебрежительное отношение, лишь бы выслужиться перед кем-то. Вот приехал начальник, вот приехали какие-то, вот мы должны показать это, что это чей праздник? Чей праздник получается? Опять показушничество. Поэтому не знаю, как у вас, у меня как-то там мимо все прошло, когда я смотрю, что происходит в моем городе, который я люблю, в котором я родился, в котором я вырос. Ведь Иисус об этом говорил. Ничего великого не бывает без уважения. Вот к отдельному человеку. К отдельному человеку. Не когда там салюты на многие миллионы, а потом этим ветеранам там пачку гречки. Ради великих каких-то праздников. Да что это за праздники такие? Что это за праздники такие? Пока что-то не изменится, мы говорим там христианская нация, христианский народ. Да вот в чем христианство-то. Вот в чем христианство. Иисус показывает это. Показывает. И, дорогие, вот, казалось бы, такая простая притча, ведь она отображается в нашей повседневности. Так важно, чтобы мы в церкви взращивали, воспитывали это уважение к личности. Каждый день. И ребенок тоже. И в наших семьях. И в наших домах. Потому что в этом и есть дух христианства. Уважение к мнению. Даже если оно не похоже на твое. Уважение ко взглядам. Даже если они отличаются от твоих взглядов. Уважение к желаниям другого человека. Такие простые вещи. Но как часто этого совершенно нет.